Возвышенность на бульваре 1-го напротив авторынка Часть небрежной Лысой горы Справа там полный такой видим Возле нынешнего супермаркета Раньше возле кинотеатра Часть горы была спилена Вот здесь когда-то находилась вершина левобережной Лысой горы Сейчас мы подойдем к другой части возле школы Вот школа-интернат и следующая за ним школа Это тоже вершина левобережной Лысой горы Полный еще более поднимается По сравнению со вторым Куда пошел спуск холма И вот тоже спуск холма Дальше по бульвару 1-го Слева школа 1-го 21 И холм очень виден за ней Там где стадион Сейчас мы туда подойдем Вот этот пригорок, на котором стоит школа Он там дальше продолжается И там ощутимый спуск А направо, вот там где дома Там начиналось кладбище Воскресенской слаборке Вот сейчас мы пройдем к этому кладбище И там же и курган Ну давайте пройдем сначала к склону Лысой горы Вот туда мы свернем к кургану А сейчас пройдем на склон горы Посмотрим, вот тут такой Апокатый, апологий склон И другая часть этой лысой горы Собственно склон И выход Со школьной территории Мы же углубимся во дворы Вот задворки И тут было кладбище Кладбище в Воскресенской слаборке Сейчас идем к кургану Вот за бульваром Перова 23 Курган По словам старожилов Отсюда сильные дожди Вымывало человеческие кости Этот курган находился уже За пределами Воскресенского кладбища Как бы непосредственно Около его границы Вот направо бульвар Перова А вот курган Сейчас мы поднимемся на него И обойдем его со всех сторон Вид на соседний дом Вид с кургана На детскую площадку Сейчас мы перевалим В эту сторону И осмотрим Давайте Делаем круговую панораму Чтобы вы видели Форму кургана Теперь спустимся Вот видим уже тут Такая траншея Это раскопали велосипедисты Раскатали Я спускаюсь к детской площадке И сниму курган с той стороны Смотрим на курган с этой стороны Теперь снимем его еще с одной стороны Етипеда 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 Так мы осмотрели курган Со всех сторон Выходим на бульвар Перова Еще миль бульвар Перова Мы свернем его туда Смотрим Место за домами Вот стык бульвара Перова Перова 46, дробь 2 И Кибальчича Вот в ту сторону Между Кибальчича И проспектом Батутина Лежал болото Корчевня Вот там эти кварталы Это болото Корчевня Оно видно на картах Середины 20 века Известное чуть ли не с века 17-18 Мы свернем туда Современная Воскресенка Дворы, дворы, зеленые дворы Пустые лавочки Мусорные контейнеры Столбы с объявлениями И мусорки А тут в приближении К Авторенку Местность Воскресенки Опять становится Не такое уж ровное Даже по Восточную сторону От проспекта Мы видим Что дома тут стоят На пригорках И среди пригорков Вот я сейчас спускаюсь В лощину А справа от меня Горка Это части Этой Лысой горы Ее От роги Я сейчас веду Справа Берег А слева Не изменяюсь Ну может быть Болото Корчевня Достигало Этих пределов Я сейчас На вскидку Не помню Оно же могло Расползаться Я уже слишком Отдалился От нашего Маршрута Это уже Задворки Улицы Ивана Микитенко Или Микитенко Это холм Мы идем По Плату холма Тоже По другую сторону От улицы Сулеймана Стальского Красенька Внешне Не меняется Все те же Дворы Тополя Заборы Детские сады Школы Хорошо Спланированные В советское Время Районы Как это Тогда Руководствовались Правилом Вытянутой Руки Что все Должно быть На расстоянии Вытянутой Руки Магазин Школа Детский Сад За этими Гаражами В гуще Квартала Прячется Последний Из магикан Сохранившийся Вернее Уже не Сохранившийся Частный домик Но еще Пару лет назад До пожара Он стоял Весьма Крепок Вон там За Трансформаторной Будкой Или что это Там Или Водокачка Возле усадьбы Заметны Остатки Сада И еще Вполне Целый Гараж Трансформаторной Сад Посмотрим на остатки усадьбы с другой стороны. Дом был основательный, кирпичный дом, двухэтажный. Вот такое бомжовское логово, следы пожара, какая-то пристроечка. Все заросло диким виноградом. С такого ракурса можно догадаться, как это выглядело раньше. Что тут шел переулочек, а за ним, за вишней, за садиком скрывался дом. Мы же пойдем в ту сторону. Я не знаю, зачем эти лавочки так много и так странно стоят. Собрания какие-то народные, что ли. Пересекаем улицу Петра Запорожца. Единственная высотка тут торчит. Петра Запорожца 12, следуя вглубь дворов. И вот здесь уже начинается любопытная холмистая местность. Следующий дом стоит в низинке. Я хочу выйти к школе, там школа есть. Вот между домами ложбинка. Тут уже холмы. Вот задворки между домом и забором. По левую сторону от забора там в глубине детская инфекционная больница, если не ошибаюсь. И вот от нее по вот этот дом на карте РКК 30-х годов видна некая дамба. Вот мы идем как бы по гребню холма. С одной стороны дома, с другой спуск инфекционной больницы. Если мы сейчас вернем сюда. Давайте мы свернем сюда, посмотрим что там. Вот инфекционная больница где-то там. Далее у нас за низиной детская поликлиника. Вот с чем любопытно. Это низина, что по словам старожилов, в ней вот на поляне этой среди сосен находили части человеческих тел. Ну, находили человеческие останки. Кости, например. Кисть руки и кости. Вот мы стоим на таком холме. У этого холма очень ровный с определенного момента склон. Явно искусственно срытый. Сейчас мы спустимся в упомянутую низинку, где находили кости человеческие. Посмотрим на эту низину. И далее за этим детская поликлиника и стоматологическая клиника. Вот такая низина. Вот справа пошел этот прибор. Если посмотреть на него с карты со спутника, то мы увидим очень ровный срез холма. Ну, он уже тут ополз, но он существует и прослеживается и на старых картах. То есть наверху могло было быть какое-то поселение, а внизу его кладбище. Ну, хотя кладбище обычно бывает как раз на пригорках. Но, может быть, тут было какое-то побоище или что-то вот именно под этим пригорком. Почему я предполагаю некое поселение там, это станет ясно чуть позже, когда мы доберемся до явных следов искусственных земляных работ в старину, скажем так. Не знаю, в какую старину. Сейчас мы пока что выберемся наверх к школе, посмотрим какой там спуск. Вот плотина, она должна была идти вот как-то так, выруливать и идти мимо школы к бульвару Перова. Сейчас тут нет никаких следов плотины, хотя вот может быть вот такой вот тут пригорочек такой, может быть тут бетонные блоки, строительный мусор. Я не знаю, что тут, но может быть часть плотины срыли, вот это ее остаток, можно сказать. Тут народная тропа. Ну и вот идет опять же, справа в низинке стоят дома. Вот школа, она на пригорке. Вот пригород, в котором стоит школа. Такие террасы сходят, там бульвар Перова. Пытаюсь показать. Вот это холм. И по ту сторону упомянутая низина. Давайте обойдем эту школу так, чтобы очевидно и было то, что я хочу показать в конце этого фильма. Сейчас выберемся оттуда. Ну посмотрите, тут очень ровные террасы. Я не знаю, когда они появились. По старым картам сложно сказать, но тут есть. Всегда была возвышенность на старых картах. И некогда сгладившиеся искусственные террасы могли быть подновлены при устроении школы. Знаешь, ну зачем это делать было эти террасы? Сделать бы просто пологий склон. Так, вот мы сейчас идем к стыку улиц Алишера-Наваи с бульваром Перова. Заброшенный стадион такой. Вот весь этот холм со школой. И там начинается очень любопытная местность. Я называю эти вещи курганами, но скорее всего это остатки каких-то древних фортификационных сооружений. и земляные остатки. Вот такая фиговенька, но мы свернем туда. Вот мы подходим к улице Алишера-Наваи. Дальше она. Тут вообще вот такой пригорочек, но он может появиться позже. Требором Перова. Сворачиваем. Так. Интересность первая, но не основная. это вот видите тропа идет по ровному пригорку тут вот пригорок на камеру он не очевидный но он высотой я стою на высоте примерно второго этажа относительно дороги на этом пригорке идет тропа далее снова идет понижение такое то есть фактически я иду по огромному возможно валу просто он с течением лет расползся сейчас мы пройдем чуть дальше и свернем во дворы 2 да я назову это вау не опровергнуть не доказать с точностью вот так навскидку это нельзя сейчас он уже выше на уровне второго этажа где-то то что я называю сначала я подумал что это курган вот такой холм сейчас мы к нему вылезем вот он обычно был покрыт травой это он чего-то стал уже земляным такой земляной холм я подумал что это курган но когда я поднялся на него я смотрел с разных сторон то понял что это часть какого-то древнего фортификационного комплекса давайте поднимемся наверх посмотрим почему же я так решил вот видите как он скошен четкий откос какой вот вид от него в ту сторону пологие склона пройдем туда тут как бы перешеек такой идет перешеек с одной стороны в овраге дом стоит и в другом овраге дом стоит это типичная фортификационная штука вот например гора детинка конечно она выше но она устроена точно так же узкий перешеек идет к пригорку так мы посмотрим на этот курган свернем сюда теперь это то что я вам показывал с другой стороны сейчас тоже очень интересная местность возможно она хранит следы давние фортификации вот и этот овражек он довольно искусственный с виду и обойдем курган с этой стороны вот он видим и налево от этой местности если пройти там и будет еще террасы ниже ниже упомянутая низинка где находились останки где люди находили останки вот горб еще раз обращаем внимание на очень ровный срез верхнего торца так и пройдем сюда тоже нет ничего столь уж удивительного кроме некой ямы там во дворах есть углубление и углубление бывает неспроста они могут оставаться вот разобранных фундаментов мы к нему приближаемся может быть это просто воронка какая-то тем не менее вот эта ложбина даже какие-то бетонные блоки сохранились и мы вышли к улице Алишера на войне тут уже вот туда во дворы ничего интересного нет если мы пройдем вперед мы выйдем к детской поликлинике и стоматологической поликлинике вот как раз заход в тот лесочек давайте туда попробуем зайти вот тут видно даже как начинается низинка а вверх идет этот холм и у холма резкая граница вот туда то есть фактически забор проходит по границе забор проходит по границе этого пригорка холма и уже там за этим домом еще за одним лежит упомянутый курган с вами был пётр семилетов планета киев курганы воскресенки до новых встреч